День с толком В Барнауле продолжают допрашивать свидетелей смертельной драки, что сегодня рассказали на суде. Один рубль на профилактику экономит 10 рублей на лечение. Как в Алтайском крае планируют предотвращать стоматологические болезни? Начнем выпуск с громкого задержания. ФСБ взяли одного из начальников райотдела ГИБДД и его подчиненного. Задержали обоих прямо на рабочих местах в селе Павловск. Предполагают, что они получили взятки общей суммой в полмиллиона рублей. Деньги полицейские брали якобы за незаконную выдачу водительских удостоверений и постановку автомобилей на учет. Больше информации ни управления ФСБ, ни следком региона журналистам не сообщили. С сегодняшнего дня на пяти барнаульских маршрутах подорожал проезд. Его стоимость выросла сразу на несколько рублей. Цена поднялась на коммерческих маршрутах. В 18, 27, 58, 144 и 144-м К. За проезд в одну сторону теперь нужно заплатить 28 рублей вместо прежних 25. Отметим, до конца месяца услуги общественного транспорта подорожают еще на нескольких маршрутах. О намерении повысить стоимость в общей сложности заявили 8 перевозчиков. Уже завтра цена до 28 рублей подрастет на маршрутах 120 и 121. С середины июня на рубль подорожает билет еще на четырех направлениях. А самый большой скачок произойдет с 9 июня на маршруте номер 73. Проезд на нем будет стоить 30 рублей. Добавим, по шестому маршруту, отмечают барнаульцы, проезд подорожал еще несколько дней назад, хотя оповещения об этом нигде не было. Как сообщают в мэрии, перевозчики обосновали повышение тарифа значительными расходами из-за обновления технопарка. За последние два года они потратили на это больше 300 миллионов рублей. А 8 маршрутов полностью поменяли свой подвижной состав. Владельцы еще 9 нерегулируемых маршрутов пока не заявляли о желании повысить цену. Горнолыжный курорт стоимостью в 25 миллиардов рублей появится на территории особой экономической зоны Бирюзовая Катунь. Соглашение о строительстве туркомплекса правительство края заключило на Международном экономическом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге. Подробнее об этой и других договоренностях расскажет Валентина Аскерова. Горнолыжные трассы протяженностью 20 километров с искусственным снегом и освещением. Четыре канатные дороги, четыре отеля, в которых можно разместить свыше тысячи гостей. Уже в 2026 году в рамках соглашения между Алтайским правительством и компанией «Новые вершины» в особой экономической зоне Бирюзовой Катунь должен появиться новый дорогостоящий туркомплекс. Мы договорились о строительстве горнолыжного комплекса, причем который будет разбит на несколько очередей, но общая сумма финансирования по соглашению, который мы подписали с компанией «Новые вершины» – 25 миллиардов рублей. Строительство горнолыжного туркомплекса позволит сделать отдых на Бирюзовой Катуньи круглогодичным и как результат выровнять число отдыхающих в летнем и зимних сезонах. Еще одно взаимовыгодное соглашение между правительством Алтайского края и группой Черкизова. Объемы производства мяса птицы в нашем регионе теперь должны вырасти в два раза. 2,6 миллиарда, которые мы планируем вложить в ближайшее время, позволят нам дальше повысить долю продаж продукции с добавочной стоимостью и нарастить общее количество обыскаемой продукции. Вот на этом этапе где-то тысяч на 17 тонн в годовом выражении. А вообще, как Виктор Петрович сказал, план за 100 тысяч тонн, удвоение, у нас он тоже есть. Новый контракт позволит в течение пяти лет создать целый птицеводческий кластер в нашем крае. Только новых рабочих мест в отрасли должно появиться больше 200. Валентина Аскерова, день с толком. Одну из девочек, пострадавших на батуте, перевели из клинической больницы скорой медицинской помощи в другое медучреждение. В последнем ей предстоит пройти лечение у неврологов, рассказали в Краевом Минздраве. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. Вторая прооперирована и продолжает лечение в больнице скорой медицинской помощи. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры. Барнольский мобильный пункт вакцинации от кровеносной инфекции поменял свое местоположение. С автовокзала передвижной комплекс переместился на площадь Спартака. Пункт расположился у большого продуктового магазина. Поставить прививку можно с 10 утра до 4 вечера вплоть до 11 июня. Напомним, еще один пункт продолжает работать УТЦ праздничный. Привиться от коронавируса может любой желающий с 18 лет. При наличии паспорта полиса и снился. В Алтайском крае запустили стоматологическую программу по предотвращению зубных болезней. 95% таковых считают эксперты предотвратимы. А 1 рубль, потраченный на профилактику, экономит 10 рублей, которые впоследствии могут уйти на лечение. Новый профилактический проект, заверяют его инициаторы, должен стать общедоступным. Об этом подробнее в следующем сюжете. Зубы человеческие, копья и стрелы, если за ними следить. Алтайские стоматологи-гигиенисты говорят, большинство заболеваний предотвратимы. Именно среди таких специалистов в Краевом медуниверситете и проходит сегодня профессиональный конкурс. Новые технологии, передовые методики. Зубной налет, который накапливался более двух дней, он отсвечивает красным светом. И, соответственно, пациент видит это также в зеркало. Вот такой экспресс-метод определения зубного налета с помощью люминесцентной стоматоскопии. Все, что светится сейчас, относится к методам передовой диагностики. Так профессионалы объясняют профанам, насколько далеко зашли стоматологические гигиенисты. По этой специальности Софья Овчарова работает уже три года. Окончила базовый медколледж и теперь учит пациентов правильной гигиене полости рта. Казалось, этому с детства учат. Но у специалистов реальная картина вызывает только плач и скрежет зубовный. Проблема есть с этим? Проблема очень большая с этим. Люди, не зная даже элементарного, что есть врач-гигиенист. И эта профессия новая, и она набирает обороты. У постоянных зубов эмаль не сформирована в детском возрасте. Она формируется где-то в течение двух-трех лет. Поэтому очень важно, чтобы зубки были чистые. Зубной камень что провоцирует? Из-за болевания десен, это генгивиты, как правило, у ребятишек, да, и пари. Это мнение уже детского гигиениста. Молочные зубы могут терять и двухлетние. Поэтому наш регион стал экспериментальной площадкой для системного внедрения стоматологической профилактики. Удачно внедренная в некоторых странах, она позволяет снизить уровень стоматологических заболеваний в 10 раз. Сейчас все больше и больше научных исследований показывает взаимосвязь между стоматологическими заболеваниями и системными заболеваниями в организме человека. Это и эндокардиты, и пиелонефриты. И заболевание, одна из научных таких работ сейчас говорит о взаимосвязи с болезнью Альцгеймера. Задача гигиениста в том, чтобы предотвратить заболевание. А программа «Алтай. Край здоровых улыбок» рассчитана на появление большого числа таких специалистов в государственных клиниках, закупку мобильных стоматологических комплексов для выезда в районы, внедрение специалистов в школах. Зубной камень – зло, поэтому пришло время собирать камни. Сколько на это потратят, пока неизвестно. Но через 10 лет у каждого должна быть возможность попасть на прием к стоматологу-гигиенисту бесплатно. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Сегодня барнольские школьники сдают ЕГЭ по математике. Этот предмет выбрали около двух с половиной тысяч ребят. Для них организованы 18 точек по всему городу. По рекомендации Роспотребнадзора на всех экзаменационных площадках соблюдены антиковидные меры. Дистанция, антисептики, термометрия. Массочный режим обязателен для наблюдателей и педагогов. На выполнение всех заданий выпускникам даются 3 часа 55 минут. Следующий ЕГЭ состоится 11 июня по истории и физике. К другим темам. Они были трезвыми и даже не успели дойти до летнего кафе. Такие показания сегодня дала одна из участниц драки на Старом базаре. А она, напомним, привела к смерти Павла Рохлова. В Барнауле продолжают допрашивать свидетелей резонансного происшествия. Слово Анастасии Дороган. Главная героиня сегодняшнего заседания – это знакомая спортсменов Михаила Старцева и Льва Рогушина и Лиана. В тот роковой вечер все вместе они направились на такси на Старый базар. Как утверждают девушки, были трезвые, но дойти до винного магазина они не успели. К ним подошел тот самый Лопатин, мужчина с битой. Как утверждают девушки, он вел себя агрессивно и кричал, цитата Лианы, «Я дебил, я ненормальный, вам всем конец». Далее, по словам свидетельницы, мужчина взял металлическую палку, направился к Старцеву. Она это увидела, кинулась в подмогу, приняла первый удар на себя и так и завязалась драка. Эту историю вы слышали уже много раз, но свидетельница уверена, что трагедия могла и не случиться. По словам девушки, в какой-то момент Старцеву удалось повалить Лопатина. Вот этот момент. Металлическая палка упала. Девушки подбежали, чтобы откинуть палку подальше, когда у потасовки оказались Павел, Рохлов и его супруга. Вот только между мужчинами, Старцевым, Лопатином и Рохловым, драка не завязалась. Вот здесь это хорошо видно. Рохлова, выражая словами свидетельницы, накинулась на Варгушину. На защиту последней пришел Старцев и произвел смертельный удар. Во время заседания Михаила Старцев выглядела спокойно, но руки, которые он часто переименал, выдавали волнение. Слово он не брал, на свидетельницу не смотрел. Кстати, по словам Лианы, со Старцевым она общалась всего пару лет, вот с Варгушиной долгие годы. Кстати, последняя уже давно вернулась к прежнему образу жизни и судит соревнования. И на этом допрос свидетелей по громкому делу о драке на Старом базаре все еще не закончен. Анастасия Дороган, День с толком. Бесплатные билеты в цирк или штраф в 3000 рублей. Такие разные сюрпризы ждали автомобилистов в ходе совместного рейда ГИБДД и работников цирка Шепито-Маска. Основным критерием стала безопасность детей. Сотрудники полиции проверяли, находится ли ребенок в специальном детском кресле. Участие в рейде приняла и наша съемочная группа. Сотрудники ГИБДД провели довольно традиционный рейд по поиску нарушителей детской безопасности. Но на этот раз он прошел в необычном формате. Вместе с правоохранителями работали организаторы цирка Шепито. Тех водителей, что ответственно подошли к жизни собственных детей, ждала награда. Билеты в цирк для всей семьи. Я сперва был как бы... Всегда же мы на сотрудников ДПС реагируем, что опять случилось. А тут реально очень приятно, спасибо, прям обалденная акция. Побольше бы таких. Нет ничего важнее детей, говорит Константин. Именно поэтому свою маленькую дочь он уже обучает безопасности на дорогах. И первые плоды уже заметны. Оказавшись в машине, девочка пристегивается сама. С таким подходом согласны и сотрудники полиции. Детская безопасность, она всегда в приоритете. Если мы находимся в салоне автомобиля, движемся, ни в коем случае нельзя держать ребенка на руках. При резком торможении, а не дай бог, при дорожно-транспортном происшествии, весь ребенок возрастает в несколько раз. И это, говорит инспектор, в экстренной ситуации чревато тем, что ребенка можно просто задавить своим телом. Поэтому детские кресла и ремни безопасности обязательны. Нарушителей не оправдывает ни спешка, ни стоимость бустеров. Именно поэтому, понимая эти моменты, нами была организована совместно с ГИБДД акция «Детское кресло», где мы вручали бесплатные билеты родителям ответственным, которые пристегивают своих детей. А также инспекторы штрафовали тех, кто, соответственно, эти правила нарушал. Провинившихся автомобилистов ждал штраф в 3000 рублей. А добросовестных – билеты в цирк «Шапито Маска» с 10 по 27 июня. Шатер расположился на парковке торгового центра «Гэлакси». Остальным жителям города организаторы рекомендуют поторопиться. Билеты на первые дни представлений уже раскуплены. К новостям спорта. Алтайские грибцы успешно выступили на чемпионате Европы, который проходил в польском городе Познань. Бардульский коммунальщик в рамках пятого тура женской суперлиги по хоккею на траве встретился с Агбарсом «Динамо» из Казани. И накануне стартовал международный детский турнир памяти Геннадия Смертина. Подробнее о событиях спортивной жизни края в кратком обзоре далее. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каное проходил с 3 по 6 июня в польском городе Познань. Наша алтайская спортсменка Ирина Андреевна в паре с Олесей Ромасенко выиграли финальный заезд женских парных экипажей каное на 200 метров. А днями ранее воспитанник барнаульской гребли Александр Яченко вместе с Юрием Постригаем взяли бронзу также на дистанции 200 метров. Хоккей на траве продолжает свое шествие по алтайской земле. 8 и 9 июня барнаульский коммунальщик в рамках пятого тура женской суперлиги встретится с Агбарс «Динамо» из Казани. В прошлом сезоне команды встречались три раза и во всех матчах победу праздновали хоккейский из Татарстана. В турнирной таблице коммунальщик находится на третьем месте с активом 13 очков, а наши соперники из Казани отстают на 3 балла. Матчи пройдут на стадионе коммунальщик в 19.00. Международный детский футбольный турнир в памяти Геннадия Смертина стартовал в Барнауле. Футбольные баталии продлятся всю рабочую неделю. В них примут участие лучшие 100 игроков из Новосибирска, Алматы, Москвы и Барнаула. По ходу международного фестиваля реализуют социальный проект под руководством Алексея Смертина. Его суть – товарищеские игры между воспитанниками алтайских детских домов и домов-интернатов. Финальные матчи турнира состоятся 11 июня. Дмитрий Дроздов. День с толком. Барнаул стал одним из трех алтайских и 180 российских городов, где традиционный спортивный и социальный проект «Сбера. Зеленый марафон» прошел в традиционном формате. Несмотря на проливной дождь, земляки не только испытали свои силы в забегах, но и узнали, например, о правилах сортировки мусора. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Ливень, сильный ветер и температура всего в 6 градусов не испугали настоящих любителей бега. Зеленый марафон, который в этом году приурочен ко Дню эколога, собрал в парке спорта Алексея Смертина несколько сотен барнаульцев. Каждый из нас оставляет след на этой планете, своим отношениям и ресурсам, своими привычками, своим поведением. И хочется, чтобы мы задумались об этом и в дальнейшем следовали тем решениям, тем правилам, которые помогут заходить в нашу планету для наших потомков и сделать жизнь лучше. Для участников марафона работали праздничные тематические площадки. Аниматоры танцевали и рисовали вместе с детьми, а взрослых учили правильно сортировать мусор. Так, например, участники узнали, что разные виды пластика нужно отделять друг от друга. Только так они будут полноценно переработаны. Но главной фишкой мероприятия стали, конечно, забеги для всех возрастов. Ну, мне очень нравится бегать, мне нравится спорт, бегать, дистанции там разные. Я решила попробовать. Следом за детским забегом впервые в рамках марафона стартовали участники по скандинавской ходьбе. После них на дистанцию вышли участники основного забега на 4,2 километра. Испытать свои силы в нем решили и барнаульские моржи. Я ежегодно принимаю участие в таких вот подобных мероприятиях. Правда, погода была разная, но сегодня она дождливая, для моржей, белых медведей великолепная. То есть дождь – это экстремальная ситуация, дождь – это закаливание, дождь – это здоровье. Дождь и свежий воздух оказались прекрасны не только для любителей закаливания, но и для проведения экологической акции. Она завершила мероприятие. Представители Сбера и участники зеленого марафона высадили в парке Яблоневую аллею. Организаторы надеются, что им удалось привлечь внимание горожан к состоянию окружающей среды, ведь это очень важно и не только в День эколога. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. 222 года накануне исполнилось бы Александру Сергеевичу Пушкину. Больших торжеств по этому случаю в Барнауле не было, но в педагогическом вузе день рождения великого русского поэта отметили. Для берегов отчизны дальны. Ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный. Я долго плакал пред тобой. Это кадры литературной онлайн-гостиной. Из-за пандемии второй год подряд в ней принимают только онлайн. Студенты второго курса вуза, которые как раз изучают историю русской литературы 1-3-19 века, подготовили специальный фильм. Педагоги отмечают, что юные филологи его творили с удовольствием, а совсем не с подпалки. Особой темы гостиной не было, поэтому ребята просто читали стихи. Что мне понравилось? В этом году почти все читали просто хорошо. То есть, если сначала на репетиции так смотрю, они серьезно как-то читают. Я говорю, девочки, а там ведь посмотрите, это же Алина, жальтесь надо мною, да это же ирония. Тут же перестраиваются и начинают читать, вот совершенно так артистично, я бы сказала, почти профессионально, да. А завтра день Пушкина в России отметят по-настоящему профессионально в филармонии. Симфонический оркестр и певцы представят зрителям сцены из «Пиковой дамы» Евгения Негина и других опер русских композиторов. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.